Лопрос ко всем. Как можно научиться быстро бегать? А какой другой метод есть? Допустим, посмотреть в сети 100-500 роликов о том, как люди быстро бегают. Нет, бегать каждый день и урать. Хорошо, хорошо. А как научиться бегать еще быстрее? Я не могу смотреть. Как научиться бегать еще быстрее? Сжать зубы и пару раз пробежать еще быстрее. Другой метод есть или нет? Сбросить несколько килограмм. Если вы сбросили несколько килограмм, но при этом не бегаете, скорость вашего бега не увеличится. Не бегать тоже. Не бегать тоже, а в первую очередь бегать. Ответьте мне на вопрос, как научиться рисовать? Рисовать. Рисовать. А как научиться хорошо рисовать? Хорошо рисовать. Много рисовать. И стараться, чтобы получалось каждый раз лучше и лучше. Техника, как вы верно сказали, конечно, вещь важная. Но я стараюсь там немножечко, у вас техники похоже дело лучше. Но если вы хотите научиться рисовать подседок, надо просто много рисовать. Другого метода не существует. Так, что мы будем делать сверхчаток. Ну, во-первых, основа всего, основа всего это эскиз набросок. Поэтому, возможно, не обязательно, когда вы там дома тренируетесь, доводить дело все до полного завершения. Главное научиться эскизирования. Делать наброски. Вот так, чтобы все пропорции совпадали, чтобы вам удавалось передать тот образ, который вы хотели. А после этого покажу вам несколько разных техник, уже не и линейных. Как можно передавать объем, уже более сложные способности. Это, в смысле, это рисовальная часть программы. В смысле, все остальное. Вообще, что это за такая остальная часть программы? Вот, Саша, очень хорошую идею подал, где-нибудь в процессе, за оставшееся время, сходить в этот университетский зоомузей. Я вас там с удовольствием потаскаю по материалам коллекции. Ну, одного дня, конечно же, недостаточно на знакомство со всем материалом. Коллекция там гигантская. Ну, мы с вами, во всяком случае, ту часть, о которой у вас информация уже будет, постараемся посмотреть нормально. Так? В основном, с позвоночника, конечно, в этот раз добавится. Ну, хотели самых отрасных мест, покажу тоже. В частности, там дивная совершенно коллекция бабочек-жуков. Очень достойное понимание. Ну, для того, чтобы такая работа музейная была, смысленно, нам необходимо хотя бы немножечко разобраться с зоологией позвоночной. Кто такие позвоночные, как устроены тела, какие-то изнаки одних, других, третьих. Вот, ну, по поводу наших рисуночных занятий, так, будем с вами еще снатомиться с этим хозяйством. Такой план все устраивают? Да. Да.